К сожалению, у нас снова неспокойно в консольном игровом мире, поскольку опять поднимаются громкие заявления, которые цепляют всю зеленую сторону. Xbox никому не нужен. Такие громкие заголовки недавно разлетелись по сети от разных информационных источников к новости о том, что некоторые игры не выйдут на зеленую коробку. Честно говоря, ситуация не особо хорошая как из точки зрения заявления, так и с точки зрения выхода игры. Но об этом мы сегодня поговорим более подробно, поэтому с вами, как всегда, Джамбу Макс, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео. И давайте начнем. А начнем мы с того, что, к сожалению, сейчас наблюдается та самая проблема, о которой я говорил практически год назад. И знаете, та самая серия СС, это по сути сейчас проблема как и для разработчиков, так и для майков. Ибо вспоминая, когда выйдет, например, на Xbox High Project Baldur Gates 3, да, мы можем предположить, что такая история, она может повторяться, но уже с другими играми. И у майка в этом случае получается и не сюда, и не туда. Большинство игроков на серии СС, но за счет нее проблемы с разрабами. И чем дальше это все будет идти, тем, видимо, проблем будет только больше, что в целом ухудшает состояние не только серии СС, но и все линейки Xbox, ибо мощное цепляется за младшую и наоборот. Вообще, Xbox это большая часть моей жизни, я активно слежу за ним, что происходит, происходило и будет происходить. И тогда, когда ты являешься поклонником данной консоли, бренда, там, не знаю, идеологии, и смотришь не только на то, что добавится в подписочки Xbox Game Pass. В этом месяце, кстати, довольно хорошее пополнение, хоть и небольшое, поэтому если у вас все еще нет подписочки, а вы хотели бы поиграть в эти игры, то можете оформить ее по ссылке в описании. Ну а еще, если ты смотришь на всю эту ситуацию с точки зрения стратегии и в целом дальнейшего развития данного бренда, то ловишь немножко грустинку, что такое вообще происходит. Возможно, мало кто понимает, о чем идет речь, но сейчас все объясню. Недавно поднялся шум насчет ситуации с двумя играми, а именно Phantom Blade Zero и Black Myth Wukong, которые больше ориентированы на азиатский рынок, и самое интересное то, что эти две игры непонятно, когда выйдут на Xbox, и все еще причины этой ситуации не особо ясны. Были слухи о том, что это некие эксклюзивчики Sony, но это провералось, что, собственно, вызвало еще больше вопросов, а почему так происходит. Недавно один из разрабов первого проекта подлил масло в огонь своим высказывания о том, что платформа Microsoft, ну то есть Xbox, не пользуется спросом, особенно в Азии, поэтому как бы проект не выйдет в срок с остальными платформами. Это, естественно, пошло по СМИ, заголовками Xbox никому не нужен, поднялись возмущения, какую фиг вообще-то говорят, за что, собственно, студии проекта пришлось даже оправдываться насчет всей этой ситуации, и вот их ответ. Мы хотим пояснить за эти заявления, они не отражают ценности и культуры S-Game, так как мы не исключаем никаких платформ для Phantom Blade Zero. Мы усердно работаем как над разработкой, так и над изданием, чтобы как можно больше игроков смогли насладиться нашей игрой в моменты выхода и в будущем. И знаете, они как бы поступили грамотно, поскольку после этого история вроде как затихла. Я слежу за реакцией в комментариях, и в целом их ответ многих устроил, мол, чуваки дали заднюю, все понятно, лохи, Xbox Top, все дела, Xbox победа. Но знаете, в чем заключается истинная проблема всей этой ситуации? Не в их заявлениях, не в их извинениях, а в том, что после этого информации по игре, а именно когда она выйдет на Xbox, все еще нет. То есть у меня сложилось такое ощущение, что многим важен именно момент извинений на резкую фразу, нежели информацию по игре на Xbox, и это очень странно. Я хоть и не особо горю желанием поиграть в эти проекты, но в целом они меня зацепили, отчего, скорее всего, я их как минимум хотел бы попробовать. Они неплохо выглядят, у них прикольная какая-то такая вот концепция, да и чем больше таких игр на моей платформе, тем лучше. Но на зеленой стороне, опять же, стоит потерпеть уже в который раз. Знаете, с самого начала и по сей день Xbox, по сути, является замечательным предложением для геймеров, как из точки зрения устройства, так и с точки зрения системы, а-ля там подписка, обратная совместимость, все дела. И назвать Xbox говном или там ненужной консоли, ну вообще нельзя. Ибо, как ни посмотрите, она удобная, на ней есть большое количество пользователей, но проблема заключается в том, что о чем я говорил долгое время, как раз таки ранее, когда вот меня зеленая сторона просто переставала понимать. А наоборот, начала как-то, не знаю, хейтить, мол, вот ему опять все не нравится, опять уноит, а на дворе Xbox победа, все дела. Увы, но Xbox победа здесь не пахнет. К сожалению, при наличии действительно классных устройств, как ES-версии, так и X-версии Xbox, стратегии Microsoft по отношению к консолям, она реально очень странная. И опять же, высказывался по этому поводу в ролике, можете глянуть для широты взглядов, но у меня по недавней ситуации, опять же, больше вопросов не к разработчикам данного проекта. Мол, вот они там продажные, скорее всего они там сотрудничают с Sony, это плохая контора и так далее, а вопросы у меня больше всего к Филу Спенсеру и его команде. Какого фига они позволяют вообще это делать? Дело в том, что рынок устроен таким образом, что везде можно договориться, предложить более выгодные условия, и в целом товар идет туда, где ему выгоднее всего. И почему в этом моменте Sony делает какие-то шаги, а Майки нет? В случае с Xbox проблема даже не в том, что у них есть менее мощная консоль Xbox Series S, и она якобы там что-то кого-то там тормозит, а в том, что разработчикам иногда просто не особо выгодно тратить ресурсы и время на разработку той или иной игры для нее в нужный срок. И тут опять же цепочка, не входит на Series S, то и не выйдет и на Series S. После трех лет выхода консоли мы с вами уже не раз видели ситуацию, что на Series S можно добиться желаемых результатов, хорошо оптимизировать проект, выпустить срок и так далее. Но также мы видим, что многим разработчикам действительно это сделать не так просто, отчего у нас проекты выходят позже всех, или же с каким-то ограничением в виде а-ля, извините, у вас не будет 60 FPS. Также, знаете, закрылась мысль о том, что разработчики, понимая как бы эту всю ситуацию, просто ждут от майков каких-то ништяков сверху. Либо предоставление меньшей комиссии за игру, либо же там, не знаю, выкуп игры в подписку к геймпас, потому что для разрабов это выгодно. Особенно если они сомневаются в проекте, потому что Microsoft, возможно, оплачивает им полностью разработку или там какие-то другие условия у них. И все равно все упирается в деньги. Но, как по мне, с такими вещами, как ни крутить, и Microsoft, увы, но должна помогать или там идти навстречу проектам, которые запаздывают или не выходят. Чтобы пользователи Xbox тоже были на одном хайп-тренде. А майки просто, походу, не идут навстречу, как Sony, ибо вспомнить ситуацию даже с протоколом Callisto, где версия для плойки пятая была лучше, чем на Xbox. Опять же, не было никаких эксклюзивных соглашений, просто Sony помогал в разработке, а Microsoft нет. Кстати, так и в случае с Phantom Blade Zero, ибо про это тоже было заявление. Поэтому тут я больше возмущаюсь, честно говоря, не заявлением разрабам, а в том, что майкам все равно на эту ситуацию. И они не могут помочь или как-то решить эту проблему. И знаете, как бы СМИ сейчас не раскручивало эту новость, разраб, по сути, подтвердил ту самую ситуацию, что вся проблема не в особой популярности платформы. Я как бы прекрасно понимаю, что мы там тусуемся в Xbox-тусовке, да, это там топ-консоли, мы видим паблики, защиту аудиторию, супер-статистику о продажах и прочих очередных победах зеленой стороны. Но как вы не крутите, посмотрев правде в глаза, PlayStation как бренд и как игровая консоль, она, к сожалению, во многом впереди, отчего разрабам проще и выгоднее идти туда. Заметьте, уже как минимум три проекта без каких-либо эксклюзивных соглашений тупо задерживаются, и это даже без срока. Я понимаю, что это не глобальная проблема сейчас, и многие из нас без проблем переживут вот эти, там, отсутствие двух игр, но в будущем это может быть все чаще, и это будет только ухудшать всю эту ситуацию. И как бы вам не нравился пример с замечательными Windows-фонами, пока у Xbox идет, к сожалению, такой же сценарий. Классное устройство, хорошее предложение, аудитория кайфует от этого, но разрабы просто не спешат с выходом приложения, отчего впоследствии смартфоны не пользовались спросом и тупо вымерли. Я, честно говоря, не особо хотел бы, чтобы данные ситуации повторялись снова и снова, а хотел бы, чтобы майки больше шевелили в сторону разрабов, либо предоставляли им более выгодные условия, чтобы у них было, ну не знаю, больше мотивации по выпуску проектов на Xbox, либо просто помогали с оптимизацией. Поскольку, ну вот реально, я вот, например, хочу поиграть в Wukong, да, который, по-моему, выйдет 20 августа, я не смогу это сделать на Xbox, и мне придется брать это на PlayStation. И как бы кто ни говорил, что кому-то все равно на этот проект, все же приятно оказаться в одном празднике со всеми. Получить игру в один день с остальными, обсудить это все, но получается так, что ты из-за каких-то вообще непонятных событий просто в праздник не попадаешь и смотришь на это со стороны. Да, разрабы как бы извинились, но и график знает, когда будет, а поиграть охота вместе со всеми на своей любимой платформе. Тем более, вся эта ситуация реально вредит Xbox. Считайте, если вдруг у кого-то нету консоли, он, там, не знаю, увидел эту игру, думает, что взять, и если он хочет в нее поиграть, то он, скорее всего, возьмет плойку, нежели Xbox. И считайте, без каких-либо усилий плойка берет себе просто несколько консольных эксклюзивов, просто так. Поэтому в этой ситуации, конечно, нету смысла как-то, не знаю, там, расстраиваться из-за двух этих игр, но хотелось бы, чтобы все-таки Фил и его команда были активнее именно в деле, а не на словах о том, каким важен, там, азиатский рынок и так далее. Ибо чем больше будет таких ситуаций, тем сложнее Xbox будет в будущем набрать обороты, если они вообще в целом будут. В общем, напишите свое мнение в комментариях о данном событии, как вам эти игры, хотели бы вы в них поиграть на Xbox или нет. Также, если видос понравился, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, и спасибо за просмотр, до новых встреч, пока-пока.